Продолжение следует... В нашей собственной жизни, хотя мы знаем это строгое упреждение Господа, не судите, да не судим и будете, мы постоянно судим. И судим очень жестоко. Судим без права к покаянию. Почему Господь отнимает суд от человека и оставляет его за собой? Казалось бы, так важно иметь справедливое общество. Казалось бы, так важно, чтобы в этом обществе всегда был такой суд, который мог бы все расставлять на свои места. Бог отымает от человека суд потому, что наш суд всегда бывает без милости. В нашем суде нет оправданных. Вспомни, вот как вот и судил в последний раз. И после этого суда этот человек с твоего суда вышел оправданным. Ты его оправдал через свой суд, через свое взвешивание всех его добрых и недобрых дел, всех поступков этого человека, его слов. Ты смог его оправдать? Кто был на этом суде ходатаем за этого несчастного, которого ты судил? Может быть, и справедливо. Кто-нибудь в тебе, твоя собственная совесть, заступились за этого человека? Скорее всего, нет. Наш суд всегда без адвоката, потому что не имеющий любви всегда судит, а имеющая любовь всегда дает надежду на исправление. И Господь сегодня эту надежду внушает нам глаголами, которые мы слышим в Евангелии. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Просите, и будет вам дано. Господь призывает каждого из нас к такому деланию, которое могло бы в нас самих открыть безграничную любовь Божию. Что же мы должны искать? Что же мы должны просить? Куда же мы должны стучаться? Мы должны искать суда Божьего, просить суда Божьего и стучаться в двери суда Божия. И если в своей жизни, тогда, когда мы хотим установить справедливость, тогда, когда мы очень с большой ревностью, жаждаю ищем правды, мы прежде всего должны искать настоящего судью, на котором и я стану подсудимым. И тогда на этом суде можно найти правду, если судить будет сам Бог. Если судишь ты, таким же судом будут судить тебя. Если в твоей жизни никто не вышел оправданным, запомни, в жизни тех, кто судит тебя, ты всегда будешь тоже подсудимым. Если в твоей жизни ты никому не дал надежды, ты никому не дал еще одного шанса, ты никому не дал своего прощения, запомни, таким будешь и ты, без шанса на покаяние, без надежды, без единого проблеска человеческой надежды. Сегодняшняя Евангелие говорит еще нам и о том, что мы должны трепетно беречь эту любовь Божию. Мы не должны ее повергать пред псами и свиньями, но не спешите думать, что речь идет о других, тех, которые сегодня не пришли на наше молитвенное собрание. Нет, ведь Евангелие читалось не для них, для меня. И речь идет о тех, кто здесь. Не повергать святыне псам и не давать ее свиньям – это то, когда ты должен всегда свою собственную жизнь сохранять в святости. Ты должен беречь ее в чистоте, ты должен избегать свинарника и овчарни в своей собственной жизни, для себя прежде всего. Ты должен так устроять свою духовную жизнь, чтобы там не оказалось злых псов, тех, которых ты спускаешь на тех, которых судишь. Чтобы в твоей собственной жизни не оказалось скверных свиней, тех мыслей, которыми ты вечно мажешь других, как грязью. А все лишь потому, что эти свиньи живут в тебе самом. Не судите, да и не судимы будете. Господь сегодня призывает нас стать Ему соработниками в Его суде. Ему отдать весь свой суд. Господь сегодня призывает каждого из нас этот суд отдать в Его руки. Услышим этот призыв и последуем Ему. Аминь.